Если учесть, что крепостное право было введено только при Петре Первом, и просуществляло только чуть больше, 200 лет просуществляло только, ну, нужно посчитать, сколько точно, чтобы не считало точно, то в любом случае он уже не был в такой тяжелой форме, хотя было тяжеловато, конечно. Но до этого этого ничего не было. Поэтому, когда говорят, что было крепостное право и так далее, феодальное право – это ложь полнейшая. Только 17 век, когда это появилось в России, на той территории, которая была. А заметьте. Когда потеряли 2 миллиона человек. 2 миллиона человек. Сам крепкий потерял. Но. Сибири на грани севере не было. Но. Опять-таки, не в Сибири, не в Дальний Восток, территория Великой Татарии, о которой мы сегодня говорили, даже после того, как территория стала частью уже новой династии, то есть 2-й империи русской, уже романовской России, там никто даже не пытался вводить крепостное право. И поморы были с вами. Ну, поморы-то с вами всегда были. Но, даже на территории никогда не пытались вводить. О чем он так говорит? Боялись. Хотя, могу сказать то, что вот известно, вот, пушским пытался, вот, пушевский бунт писать книгу. Одну-то они сжег же, помните, да? Так вот, там он описывал, что вытворяли, когда царские войска приходили, романовские, они вырезали казаков очень сильно. То есть, просто вырезали под корень, потому что, за манейшее упоминание, за манейшее слово, все вырезалось под корень целой станицы. Поэтому многие оставшие тоже были просто молчали, но все равно не посмели ввести крепостное право. Хотя оно просто стало еще довольно долго, больше 100 лет после этого. 100 лет, точнее, без малого. Не посмели. Так что, бедной европейской части России досталось больше всего, от всех и всяких, впрочем.